Федор Емельяненко воспитанник спортивной школы имени Александра Невского. Поэтому вполне закономерно, что его чемпионский пояс и новые победы являются предметом гордости всего коллектива Невского. Приятно видеть, скажем так, логейское завершение вложенного труда спортсменов, человека. Ну и прежде всего, конечно, заслуга самого спортсмена. Потому что тренер может как-то направлять, давать какие-то зачатки в дальнейшем движении пути. А дальше зависит, в принципе, от самого спортсмена, от его труда, от его характера, целеустремленности. Потому что, может быть, у нас это часто и так бывает, что бывают ребята талантливые, но Бог не дал характера. Все есть, характера нет. А бывает приходят ребята, у которых, скажем так, кожа до кости, но характер бойца. Ну и эти ребята, как правило, достигают в жизни то, чего хотят и в спорте, и в жизни, и в учебе, и в труде. Вы можете припомнить, каким к вам Федор пришел? Федор? Ну, маленький, щупленький, худенький, но глаза горели. С характером, да? С характером, да. Никогда не сдавался. Бился до последнего. Несмотря на столь значительные достижения на мировом профессиональном ринге, и сам чемпион, и его тренер высказывают определенную обеспокоенность за спортивное будущее Белгородщины. Белгородщины. Хотелось бы больше обратиться, наверное, к администрации нашей области, города, чтобы замечала все-таки результаты наши и помогала по возможности. Я думаю, возможности есть, чтобы не уезжали, допустим, наши спортсмены выступать за другие города. И не приходилось, вот как мне, допустим, выходить на бои. Ну, вот Федор затронул, что нам нужна, допустим, помощь, ну, не только нам, а всем видам спорта. Потому что разрыв между большим спортом и юношским огромный. А вот эта прослойка молодых перспективных спортсменов без помощи, крупных предприятий, администрации, одним тренером не вытянуть. Ну, есть Емельяненко, есть Миша Галла, там, Хоркина, допустим, в Белгороде, а между ними-то есть куча перспективных ребят, в которых, если не будем мы вкладывать средства, усилия, они таки останутся на определенном уровне. Эти успели зацепиться за спорт высших достижений, много юношей перспективных. Надо помогать всем вместе, чтобы у нас и росли новые чемпионы. Ну, это задача всех. Финальный бой за звание абсолютного чемпиона мира по боям без правил в классе «Рингс» Федор Емельяненко проведет в Японии 15 февраля. 22 февраля старооскольский спортсмен Федор Емельяненко вернулся домой с очередной победой. Теперь к его многочисленным наградам добавилось звание абсолютного чемпиона мира по боям без правил. Победу в этом виде спорта он одержал на мировом чемпионате в Токио. На перроне железнодорожного вокзала Федор Емельяненко встречали друзья и тренер Владимир Воронов. Журналисты Центра общественных связей ОМК, ждавшие победы Федора не меньше, чем его многочисленные болельщики, также пришли поздравить чемпиона. Тяжело ли далась победа? Да нет, не очень. Что самое сложное было? Какой бой с кем? Да примерно все были бои одинаковые. Я сейчас ездил на финал, один бой у меня был в финале и выиграл досрочно. Какие планы на будущее? Домой отдыхать. Сколько отдыхать? Сколько ждал? Сколько ждал? Сколько ждал? Стой? Сколько ждал? Стой еще и строжий отеля? Стой след за сеть. Сколько ждал? Стой еще и строжий от ГОНГ- fruitsо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ポイントアウトで エメリア・エンコ・ヒョウドル選手の勝ちでございます なんと強い選手でしょ 最後このリングスの戦いを締めくくったのは リングス・ロシア・エメリア・エンコ・ヒョウドルでありました やっぱりこのことが来たかった感じですね まさに今ちょっと私触れましたけども かけでなしに強いですね 本当に リングス史上で10年の出世代からでも 最強なんじゃないですか そうですね 寝川区はもっと早く見たかったですね まだ分かるんですよこの人 確か5歳なんですね 25 11年に及ぶこのリングスの中でも トップクラスですね 間違いなくね 3本の指に入る実力者 このヘイジマンもよくそこまで どこに入ったんですけど 実際俺でこのリングスの中でも そしてこのリングスは レイジマンサイに合成している それと言われた Lets me 支持さても リングスの中で 俺の体勢に立んでいる 俺の体勢は 全員が都是 リングスである ソフトの中で Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Поездку Емельяненко на чемпионат России по боевому самбо финансировал Оскольский электрометаллургический комбинат. Однако далеко не у всех староскольских спортсменов есть такие спонсоры. И в этом Владимир Воронов видит причину, тормозящую развитие спорта в регионе и в стране в целом. Нужны законы по спорту, нормальные законы, чтобы людям, спонсорам было интересно работать с нами. Пока это никому не выгодно, это только помощь отдельных лиц. Добровольные пожертвования, так называемые. Это можно назвать пожертвованием. Помощью это назвать нельзя. Но и то помогают. Огромное спасибо ОМИКа. В первую очередь. Они нас уже годами поддерживают, помогают. Ну и одним это тоже не под силу. Большой спорт, большие деньги. Спасибо.